Кыргызский Каганат Улу-Ук Кыргыз Каган-Ды-Гы, государство Енисейских Кыргызов, основанное Барсбек-Каганом, существовавшее в период VI-X веков на территории Южной Сибири, к 840 году расширилось до Тянь-Шаня. В различные периоды своего существования теряла независимость. Каганом становились только представители из рода АЖ. С 840 по 925 года Кыргызский Каганат находился на пике своего могущества. Этот период назван академиком В.В. Бартольдом Кыргызским Великодержавием. В VI-XVII веках енисейские кыргызы с подвластными таежными народами образовывали периферийный удел Центрально-Азиатских государств во главе с наместником Эль-Тибером. В начале VIII века местные беки и иналы, первым из которых стал Барсбек, начали борьбу за отделение от Коганата и образование собственного государства, претендуя на титул Кагана. В IX веке быстро расширяющаяся агрессивно-степная империя с обожествляемым каганским родом. В 840 году это государство уничтожило, распространило свою власть на Туву и Монголию. Преследуя остатки, енисейские кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в Оазисе Восточного Туркестана. Этот период истории назвал кыргызским Великодержавием. Военно-политическая экспансия енисейских кыргызов на запад достигла степных и лесостепных районов Юго-Западной Сибири. Пришельцы из сердца Азии, по-видимому, стали причиной ухода древних угров Мадьяр из Приуралия. Об этом свидетельствуют находки археологов на юге Челябинской области, погребения так называемой тюхтяцкой культуры. Енисейские кыргызы предоставляли государству высших военных и административных руководителей. Они считались связанными и династийно, и через брачные отношения с правящими домами Китая и других сопредельных стран. Император Тан писал кагану енисейских кыргызов. Через 80 лет кыргызский каганат утратил территорию в Монголии. Енисейские кыргызы сохранили два основных массива своего расселения. Один – Верхний и Средний Енисий. Два – Алтай и Иртыш. В последующем енисейские кыргызы разделились на несколько ветвей. Служение божественному государству, кыргызскому Элю, и правителю считалось высшей честью для военного сословия. Правитель носил титул кагана. Его жена носила титул катун. Императорская чета почиталась народом как земная ипоста из божественной пары тенгри, неба и умы, покровительницы рожениц и детей. В государстве был единый календарь, циклическая система с периодом в 12, 60 и более лет, сохранившейся у современных кыргызов и хакасов. Интересно, что упоминания о ставшем почти общемировом календаре, гороскопы, символика и тому подобное, впервые встречаются как раз в китайском повествовании о енисейских кыргызах. Источник не указан 138 дней общегосударственная руноподобная письменность, восходящая через цагдийское посредство к ближневосточным алфавитным системам, арамейской и т.д., являлась главным культурным достижением. Вероятно, часть населения жила преимущественно оседала, так как возделывались разнообразные земледельческие культуры – пшеница, проса, ячмень, конопляное семя, фруктовые деревья, овес и рожь. В основном зерно перемалывали ручными мельницами, но имеются сведения об устройстве водяной сложной мельницы. Лужная земледелие и разветвленная ирригационная сеть позволили получать при засушливом лете и морозной зиме хорошее урожай. Источники противоречиво отмечают, что в кыргызском Каганате были города. Очень широкими были торговые связи. В Каганат приходили караваны из городов Восточного Туркестана, Афганистана, Средней Азии, Китая и Тибета. Было развито производство оружия, качеством которой енисейские кыргызы прославились на всю Центральную Азию. Енисейские кыргызы занимались охотой, выделкой меха. Разводили овец, верблюдов, лошадей. У енисейских кыргызов золотых дел мастера создали особый стиль. Их изделия, форма которых соответствовала степной моде, отличались богатым и причудливым растительным орнаментом. О степени оседлости енисейских кыргызов в науке не существует определенного мнения. Тем не менее, именно земледельческие навыки и склонность к оседлым поселениям привели к созданию государственного объединения енисейских кыргызов. Были налажены торговые отношения с уйгорским государством, династией Тан, Тибетом, Сагдом. Караваны купцов енисейских кыргызов доходили до реки Тиль, современная Волга. Коганат экспортировал в соседние страны своих чистопородных лошадей. Купцы привозили из других стран шелк, фарфор, кувшины, зеркала. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.